Привет! Я только что посмотрела Человек-паук через вселенные, первый мультфильм. Запись всего этого действия будет на бусте, я как раз её только сейчас вот загружаю. И если что, она будет доступна для всех бесплатно в течение 24 часов после загрузки. Потом только для платных подписчиков. И мы с ребятами решили посмотреть все плюсы, антигрехи этого мульта. Я знаю, что Долбек хочет сделать его ремастер от этого ролика, но всё-таки мы с чатиком тут посовещались и решили сперва чекнуть и этот видос. А затем уже сравнить его с новым. Let's go! Грехи может потом посмотрим, не знаю. Если хотите, то напишите. Да, вот это было топово! Аниматоры потрудились над заставкой студии. Помимо стилизованных перерисовок, есть даже изображения старой заставки Columbia Pictures. Как я в начале... Об удивительной стилизации картины мы ещё поговорим. Но уровень стараний даже над логотипами студии дошёл до такого уровня, что можно останавливать заставку кадр за кадром и наслаждаться каждым из них. Я, когда мы смотрели, в самом начале тоже обратила на это внимание и сказала, что, исходя из того, как они сделали заставку, уже можно сделать вывод, что мультик будет какой-то оригинальный прям или особенный. А вот это классная отсылка к важному моменту в истории комиксов. Там долго объяснять это типа для шарящих. Жалко, что он не рассказал. Ролик-то не сильно длинный, всего 15 минут. Мне было бы интересно послушать. 42. Ответ на самый главный вопрос о жизни, вселенной и всего такого. А ещё делал вот так. Не хочу это обсуждать. Мне почему-то кажется, что когда он будет переделывать плюсы, то он все эти темки будет раскрывать получше. Ещё одна очень крутая отсылка на... Дааа. Ну тут сами знаете. Да-да-да-да-да. Я на хлопе выпустила рождественский альбом с отличной заглавной темой. Кстати, этот альбом и правда вышел. Сони не поленились и выпустили его. Есть в свободном доступе в интернете. В 18-м году. Мерзкое мороженое. То есть, я выглядел хуже. Авторы мало того, что упомянули одну из самых смешных и неудачных попыток сделать мерч на паука, так ещё и на секунду воплотили эту же форму лица в следующем кадре. Ха-ха-ха. Я, как человек, изучавший графический дизайн и изобразительное искусство в целом, преклоняю колено перед этими иллюстрациями. Просто прекрасное исполнение граффити-стилистики и стрит-арта в течение всего фильма. Да, это круто. Мне кажется, на этом моменте каждый узнал в Мальзе себя. Опа! А вот это один из лучших саундтреков к этому фильму. «Санфлаур», «Отпост Малон» и «Суэли». Он ещё побывал на первом месте в мировых чартах. Я пройдусь. Я его давно ещё слышу. Типа того, да. Маленькие, но многозначащие детали. На дверном проёме продемонстрирован рост Майлза. Это намекает на то, как он будет и дальше расти в течение всей картины. Особенно этот прыжок выше нынешней метки, олицетворяющий резкий переход из подростковой жизни в ответственную юность, а также тот самый прыжок веры. В течение всего фильма потрясающая индивидуальная стилистика будет нас удивлять. Просто посмотрите на то, как трёхмерная графика обладает чертами традиционной классической анимации. Но при этом всё это нарисовано под стиль комиксов. «О, а там у него перевод был ещё. Продолжая тему удивительного стиля, Обратите внимание, как здесь изобразили расфокусировку. Задний план не размыт, как обычно, а словно дублируется с разной прозрачностью. Смена фокуса. Теперь отец Майлза множится с разной степенью прозрачности. Да, кстати, я обращала на это внимание. Е-бой! Ещё один офигенский саундтрек «Меморис». Сюжетная заготовка и намёк на основные действия фильма. Мне ноль. Мелкая деталь, снова демонстрирующая, что это параллельная вселенная с альтернативными названиями. Как Кока Сода. У них месяц называется «Decemberary». То есть «December плюс February». О, я не обратила на это внимание вообще! В русском это получается «Dekral?» «Fevrable?» Дисплей Аарона, появляющийся на секунду, но быстро рассказывающий предысторию его отношений с братом. Кстати, я не обратила внимание тоже, когда смотрела круто. Также намекающий на его крепкую с ним связь. Эй, откуда ты узнал про это место? Доработал тут однажды. Сюжетная заготовка-намёк. Диалог, по которому можно понять, что дядя Аарон связан с местом, откуда и появился радиоактивный паук. Работал тут однажды. Именно поэтому так и получилось, что Майлз пришёл в нужное место, в нужное время. И там ещё этот коллайдер неподалёку. Нет, давай помехи. Ясно. Классно всё это связали. О-о-о, а вот у меня с этим треком особая связь. Дело в том, что пару лет назад я занимался современными танцами, в основном брейк-дансом. И, о боже, как же часто мы джемили под этот трек. Да и сам по себе он очень классный. Уже через этого паука, который укусит Майлза, нам заранее демонстрирует, какие у него будут способности. А именно способность маскироваться. Ф, в честь сокрушённых надежд Майлза. Ну или просто за появление популярного мема. Я как-то вообще это не сопоставила в голове, когда смотрела. Обычный паучок. Скучно. Ещё одна классная деталь стиля анимации. Лучи света и засветы выполнены в горошек. Но это не просто текстура в горошек. Это особенность старых цветных печатных машин. Печатались они точками. Именно поэтому старые комиксы имеют такую интересную текстуру. Прикольно наблюдать с кевоморфизом в таком виде. А я думала, это фишка покраски. Как будто есть фишка, но... Что со мной происходит? Честно. Отличная визуализация паучьего тютя так, что даже зрители его ощутили. Не перестаю удивляться прекрасному стилю рисовки. Каждый стоп-кадр можно ставить фоном на рабочий стол. И так весь фильм. Кстати, да. Единственное, что в некоторых моментах проседал фпс как будто. Но это как-то не сильно так мешало, что ли. Я думала, что это заметнее будет. В общем, момент такой жёсткий. Scared of the Dark очень классный трек. Идеально раскрывающий настроение потери Человека-паука, а также переживания Майлза о предстоящем испытании. Как ещё классно, что людей показали, которые увидели эту новость, поняли, что потеряли своего героя. Героя целого города. Буду по нему скучать. О-о-о-о! Здрасте. Первое камео Стэн Али после его ухода из жизни. Неудивительно, что первое, что он сказал, это... Буду по нему скучать. Например, здесь я был мёртв. К тому же блондин. Во вселенной Майлза Питер Паркер блондин. И это отсылка на одну из версий Паука в Spider-версии, а именно Алого Паука. Как же мне понравился этот Питер! Он такой классный! Что за... У него что-то есть! Ребят, там у вас ребёнок в костюме Человека-паука тащит труп бездомного за пользу. Блин, это классный момент. Ну вот только буквально... Сколько? Минут 20 назад досмотрели мульт. Это тупо одна из лучших сцен. О, это же президент Чуваши. О! Сколько там ещё было классных моментов с пузянчиком! И не только. Но до того, как все умрут, всегда остаётся время. Всегда есть какой-нибудь вирусный дурацкий ключ. Каждак на улку тебе. Это паучья история. Вот смотри, сейчас скажет. У вас есть 24 часа. У вас 24 часа. Очередной стёб над классическими супергеройскими сюжетами. Угу. И компьютер главного учёного. Это та женщина с велосипедом. Да пучком! Пучком? И что всё это означает? У Док-Ок есть шар для фитнеса. Очень полезен для спины и осанки, если использовать вместо стула. Также она постоянно перемещается на велосипеде. В общем, транслирует нам здоровый образ жизни. И последнее. Стащу бублик из кафешки и сразу сбегу. Он плюсом выделит её неожиданное как бы появление. Выбери бублик получше. То, что было интрига. Руки вверх! Глядя, что? Ты сверкли, ты сверкли, ты сверкли, ты сверкли, он бублик украл! Он бублик украл! Бублик! Бублик в голову! Это просто моя тотемная фраза. Напишите её на моём надгробии. Погнали! А людей пауков немноговато? А на моём, пожалуйста, лол-кек чебурек. Спроси на Комиконе. Прикольно. Что это такое? Кстати, да, на Комиконах слишком много пауков. Угу. Кстати, он так ещё сказал, что это такое. Что, если в его вселенной нет вообще никакого Комикона? Комик-паук. Уилсон, что ты делаешь? Вон и сам. Даже воспоминания нарисованы отдельным алгоритмом. Только посмотрите на эти случайно сгенерированные линии. И круто же выглядит. Или же они нарисованы от руки. Нарисованы от руки. Блин, офигеть, даже не совсем ясно, как именно они это сделали. Эй, это же спайдер-баги из старых комиксов. Кстати, провальная идея. Хайт тоже очень классный трек. И не подумайте, я не просто так хвалю каждую песню. Дело в том, что они действительно все очень классные. Не зря альбом был на втором месте в мировых чартах. В контактах отца Майлза есть Стив Дитко. Вот казалось бы, причём тут Украина? А Стив Дитко является соавтором оригинального Человека-паука. Он работал со стеном Ли над его созданием. Так вот, у него украинские корни. Во, я этим вопросом, кстати, задавалась на стриме, потому что в конце в титрах он был указан вместе со стеном Ли. Теперь знаю. Про это место. Доработал тут однажды. Мгм. Дорогой дядя Арон. А вот и подробности. Я должен кое-что сделать, но... Очень классный момент. Я его найду. Даю слово. Я его поймаю. Интересный и насыщенный сюжетный поворот, предпосылки к которому мы уже видели в сцене с граффити. Этот поворот также сыграет свою роль в следующих действиях, ибо влияет на развитие Майлза как персонажа. Я когда это увидела, была сильно удивлена, но мне затем написали, что те ребята, которые читали комиксы, и как бы прям вот true фаны, это уже давно знали. Еще плюс один к самым красочным сценам. Нам не понять, но это титанический труд аниматоров. Еще одна лучшая сцена. При этом Ганки как раз читает выпуск вроде как What If, но вроде таких нету, про нескольких людей-пауков. Нам это знакомо. Например, мне. Подумай и прими решение. Как понять, что я готов... Поймешь. Хорошо, я понял. Ты все еще меня игнорируешь. Диалог с отцом просто... Я знаю, что не всегда нахожу для тебя правильные слова, но ты... Есть какая-то искра, это потрясающе. И тебя с ней всегда ждет успех. Скачок во взрослении Майлза был не каким-то пустым решением или необоснованным ходом, а продвинут вперед важными и сильными составляющими смерти родного дяди и поддержка близких людей, что очень важно в жизни каждого человека. Со смыслом. Я вот, когда мы смотрели, акцентировала внимание на том, что у него не было большого количества тренировок. И то есть всем своим скиллам он обучался на практике. И затем, когда я это сказала, я поняла, что больше ему была необходима психологическая подготовка. И психологический персонаж вырос с самого начала, как он там боялся каких-то моментов, пугался, был на панике действительно, да. И затем, как он героически понимает, понимает, что нужно идти спасать своих друзей. И еще мне также это очень понравилось, что когда маленький мальчик приобретает какие-то там силы, способности, он не становится сразу же за секунду героем, который всех идет спасать, становится суперсильным, суперсмелым. Нет. Здесь показали, как он боялся, как он пугался своей силой, пугался там каких-то врагов, видел, что у него что-то там не получается. И затем, как он начал верить в самого себя и действительно уже вытаскивать. Вот он и так. А вот эта сцена является визитной карточкой фильма. Потрясающая визуальная композиция, кто знает, тот поймет, а кто не знает, те ощутили нутром. Один из лучших треков за весь фильм, What's Up Danger? И потрясающее исполнение передачи того самого ощущения прыжка веры. Зеркальное отражение одной из прошлых сцен, где Майлз наоборот падал. То есть мы видим, как он изменился от падения до взлета. Ну вот и все, ребятки. У него есть права на эту фразу? По сути... Блин, он так много всего скипает. Мне кажется, плюсов еще больше можно было бы найти. Нет. That's all, folks. Это знаменитая фраза из Looney Tunes Show. Довольно смело так рисковать. That's all, folks. Что ты? Что ты? Что ты? Что с тобой? Ванесса. Не уходите! Останьтесь со мною, валяю! Все же хорошо сделали, что главным антагонистом движет не жадность или безумие, а простые человеческие чувства вины и потери. Да. Познакомился со своим соседом. О, вот это классно. Сюжетная заготовка для сиквела. Вдруг своё идёте. Кстати, каноничная. А когда мне одиноко, то я просто вспоминаю своих друзей. Вот этот поворот меня больше всего прямо бронет. Для каждой вселенной каждого паука аниматоры разработали отдельный стиль. Да. Я хотя и человек-паук, но не единственный. Майлс, есть минутка? Кстати, о сиквелах. Это был жирный намёк на него и что самое главное, он состоится в 2022. Ну, в 23-м как раз недавно вышел. Мы будем тоже смотреть его вместе на стримах, как будет в хорошем качестве. Поэтому следите за анонсами. На самом момент мы слием титры. Финальные титры заслуживают отдельного внимания, как из-за исполнения идею, так и за трек. А ещё там есть отсылка на мем с портретами. Ладно. Ой. Послушайте вселенную. Земля, 67-й. Да, это было шикарно. Я снова взял свой съех и сохранил. Да. Биг пипи. Биг пипи. Там больше плюсов. Я понимаю, зачем нужен ремастерик, честно. Он облик украл! Ладненько! При том, что я только что посмотрела мульт, я действительно могу сделать такой вывод и прям будет интересно посмотреть ремастерик. Он говорил, что хочет выпустить вроде как его весной, уже наступило лето, но я прекрасно понимаю, что человеческая жизнь сложна и непредсказуема. И, возможно, у него какие-то сложности или проблемы появились, поэтому будем ждать ремастерит и потом его чекнем. Если что, про бусте я тебе уже сказала, про стримчанские тоже, а с тобой была Юмилька. Спасибо за просмотр и пока! Юмилька!